Здравствуйте! Меня зовут Роман Малак, в эфире проект «Один на один», программа, в которую мы приглашаем депутатов Кривого Рога. Сегодня у меня в гостях депутат Жовтнео, райсовет, и вместе с этим уже депутат Покровского района, депутат от силы людей Казаченко Александр. Здравствуйте! Много обсудим важных тем, начнем с того, что вы достаточно давно занимаетесь предпринимательством и являетесь директором крупной строительной компании. Вот здесь возникает вопрос, как попали в политику, зачем это вам нужно и почему именно партия силы людей? Ну, наверное, есть смысл… Добрый день, уважаемые телезрители! Наверное, есть смысл немножко рассказать о себе, чтобы было понятно… Да, конечно, пожалуйста! Кто я? Я сам родом с Николаевской области, я 17 лет прослужил в Советской Армии, я профессиональным военным. Когда произошел развал Союза, я переехал в Украину и уже в Украине уволился с рядов вооруженных сил, было определенное время на государственной службе в таможне. И в 97-м году так сложилась судьба, что я приехал сюда первый раз в Кривый Рог и мне предложили здесь создать иностранное предприятие. И так я кардинально поменял свою судьбу, я получил в городе здесь второе высшее экономическое образование, я создал здесь иностранное предприятие и 12 лет занимался программой БелАЗа, это карьерное автосамуство. Это с какого по какой год? Это с 97-й по 2005-2006 даже. В этот период времени был Майдан первый, было много политических изменений, участвовали ли в этом процессе или вы были отдельно от политики, были в чистом бизнесе? Я учился быть предпринимателем, я повышал свой уровень политикой, я не занимался, тем не менее я имел постоянно свою социальную позицию активную, которая выражалась во многих вопросах. И чем больше я становился предпринимателем, чем больше я понимал, как живет страна, чаяние проблемы народа, тем больше и моя активность социальная повышалась. Как вы попали в партию? Я почему это спрашиваю, потому что вы, наверное, не совсем стандартный член партии для именно Криворожской партии силы людей. Вы гораздо взрослее, чем среднестатистический член партии, вы из бизнеса, хотя многие из них занимаются творческой жизнью, журналисты там есть. Вот этот вопрос, наверное, будет интересовать и наших телезрителей. Вы знаете, я просто по характеру человек, который умеет принимать решения, который умеет организовывать и ищет свою самореализацию. Я считаю, что на следующем этапе жизни я уже как предприниматель, как житель города, я уже самореализовался. У меня уже есть социальные запросы, чтобы помогать людям, оказывать какую-то помощь посильную. До того, как я вступил в партию силы людей, я познакомился с нашим лидером, это Юл Морозов. Вы его, наверное, конечно, все знаете. Он вас пригласил или вы попросились? Нет, мне мои коллеги, друзья посоветовали с ним познакомиться. Мы с ним познакомились, по-моему, это было 10 лет шелтеру. Я тогда активно увлекался сейчас велосипедом. На велосипедной теме, да? Да, 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 да. Но я был принят в эту молодую команду. Я чувствую себя, если учитывать вопрос возраста, я чувствую себя очень комфортно, потому что мой биологический возраст намного больше, чем цифры в паспорте. Я в любом случае... Намного меньше. Намного меньше, извините, да. Тем не менее, я уже в команде силы людей больше года. Я член партии. Я в объединенный громадян тоже в радиоуправлении. Почему партия? Потому что те заставы, те идеи, которые были мне понятны, и то, что я хотел этим заниматься, нужны были инструменты. Мы понимаем, что сегодня так устроена система власти в Украине, что нужна команда, нужен какой-то политический сущность, состав, название. Для меня партия славы людей, это стало то, что приемлемо по моим моральным и другим принципам. Что вы обещали вместе с партией, когда стояли, ну, у вас это называется не палатки, а призмы. Вы лично все стояли. Я так понимаю, вы баллотировались, позвольте вас перебью, баллотировались как номер один по Желтневому району. И вместе с этим вы баллотировались еще в городской совет, но туда не прошли. В городской совет, да, вы правы. Вы правы. Я хочу спросить, что вы обещали, с чем подходили люди, о чем вы разговаривали, если можно, чтобы мы все успели обсудить 15 минут. Я понимаю, очень тяжело, собственно говоря, наверное, я готов сказать о тех первых трех заставах, которые сегодня существуют и в программе партии силы людей. Это открытость власти, это первый вопрос, это емкий вопрос, не буду его расшифровать. Второе, это равные возможности для всех жителей страны, города. И третий, это средний класс и молодежь. Это то, что сегодня, как я понимаю, является будущее любой страны. Это средний класс, это экономика, это бюджет страны. Молодежь – это то наше будущее, которое мы сегодня должны выделять. Достаточно глобальные темы. Можно ли на них повлиять в рамках районного совета? Ну, по максимуму нет. Я с вами соглашусь, но, знаете, сам для себя, как депутат, как человек очень серьезно отношусь к своим обязанностям и в том числе и правам, я для себя поставил главную цель – это все-таки зарождать в мыслях, в умах людей те идеи, которые им позволят завтра жить, быть более свободными, более ответственными к своей жизни. Я всегда говорил, что быть свободным – это нужно думать, говорить и делать одно и то же. Это очень тяжело. И тем более, что сегодняшняя политическая ситуация в стране, в городе заставляет людей быть ответственными и к своей жизни, к своему здоровью, к своим будущим поколениям. Чем занимаетесь как районный депутат? Что вас беспокоит, что беспокоит жителей, с какими вопросами они приходят к вам? Что вы видите вокруг и на что вы можете повлиять, а на что все-таки повлиять не можете? Это очень всесторонняя ситуация. Знаете, люди приходят на прием с проблемами жилищно-коммунального характера. Это списанные деньги необоснованно по ремонту подъезда. Это приходит человек, сирота с двумя детьми, отец-одиночка на руках с обязательством государства выделить, вернуть ему жилье. Это жалобы по поводу незаконной продажи горячих смазочных материалов в районе рынка ГОБРО. Это нарушение общественного порядка в районе рынка, в районе карьера, на Заречном. Там на каждые выходные происходит полное противозаконное вакханалие, и на это нужно обращать внимание. А что именно? Молодежь – это распитие напитков, это езда на автомобилях, нарушение общественного порядка и все, что с этим связано. Как вы с этим боретесь? Я обращался. Со всем человеком? Бороться не нужно. Нужно брать и что-то делать просто. Я не люблю слово «говорить в жизни не люблю» и «борьба», и «бедность». Это те три вещи, которые вообще не нужно говорить любому человеку, потому что мы сами себя будем программировать. Нужно не бороться, а что-то делать. Изменять жизнь вокруг себя, изменяться самому. И я, и мои коллеги, и наша партия это делает. Мы обращаемся, используем все наши права, мы обращаемся в органы власти, мы обращаемся в органы управления, ЖКХ и помогаем людям. Не все получается, мы не идеальны. Я молодой политик, хоть с опытом предпринимателя, но ничего нет идеального в этом мире, поэтому мы все равно работаем. Меня как депутата особенно беспокоят вопросы, которые происходят в городе, это в области строительства и землеустрая. Немножко обращусь к нашим зрителям, ко всей категории, чтобы немножко на простой модели рассказать вам то, что сегодня меня беспокоит и не только меня. В городе существует система, когда объекты предпринимательской деятельности, которые не являются предметом, субъектом капитального строительства, получают статус капитального строительства, происходит незаконное выделение земли, аренды и перевода ее потом в собственность. Люди заведомо вносят незаконные данные в декларации о начале капитального строительства, тем самым идет грубейшее нарушение закона, идет стеснение прав жителей, идет коррупционная схема развивается. Это одна тема, с которой есть конкретный пример. Это одноэтажная постройка, которая сейчас работает на остановке напротив райисполкома в Покровском районе. После определенной проведенной работы, запроса на основании своих возможностей депутата, я получил ответы и от мэра, и от руководителя района о том, что эти факты есть и с ними нужно бороться. Вторая тема, которой я активно занимаюсь и буду в дальнейшем обращать ее внимание, это согласно закону о градостроительстве. Каждый предприниматель, желающий создать бизнес, произвести капитальное строительство, обязан согласно 40 статье внести по его участию в местный бюджет. Это для непромышленных зданий и сооружений 10% согласно закону, а 4% согласно гражданского строительства. У нас в городе горисполкома принята самая маленькая ставка в Украине, это 0,01. При этом я писал большое количество запросов на представителей крупного бизнеса в городе, я не получал ответов, что есть уже нарушение само по себе, и я знаю, что эти суммы не уплачиваются в бюджет. Кто виноват в этой всей проблеме? Не выплачиваются. Есть на это фискальные службы, есть на это прокуратура. Я так понимаю, не в рамках депутатской деятельности требовать от них эти деньги. Почему нарушают? Те конкретные факты, которые мне удается согласно получить информацию, я их передаю в правоохранительные органы. Мною написаны на УВД города, в службу прокурору района. Эти все информации, то есть я передаю эту информацию в правоохранительные органы, чтобы они производили дальнейшее расследование. Кто виноват? Вопрос сложный и однозначно на него не ответишь. Я думаю, что все-таки система, то, что мы видим, что прогнившее управление государством, неэффективный политический бизнес менеджмент, вот сегодня мы это видим с экранов телевизора. Ну скажу так, виновата система, ее нужно менять, менять законы и требовать, чтобы эти законы исполнялись. Я хотел по поводу строительства тоже с вами обсудить. Вы руководите строительной компанией. Вот такой момент, вы говорите о многом незаконном строительстве, о том, что много незаконно построено. Но я скажу, что построено вообще очень мало у нас, по сравнению с Днепропетровском, по сравнению с Запорожьем, по сравнению с Киевом, тем паче. Жилья вот такого крупного, интересного никто не строит. И проблема не в том, что негде строить, а проблема в том, что никто не хочет это покупать. Ну, инвестиционно не интересен город в плане строительства, хотя, если я не ошибаюсь, город седьмой по размеру, по численности населения вернее. Есть очень много мест в Кривом Роге, Криворог длинный, где можно строить. Это район объездной, ну, то есть, где можно строить большие супермаркеты, какие-то интересные торговые точки, интересные развлекательные центры. Но, опять же-таки, это все не строится глобальное что-то, не строится предприятие, не строится. Несмотря на то, что ставка даже 0,1, все равно не строится. Почему вот так инвестиционно не привлекателен Криворог на данный момент? Я не согласен. Город очень инвестиционно привлекательный, потому что в городе развивается большой бизнес, город имеет большой бюджет. Город сегодня является и кузницей, и бюджета, и кадров. Много можно приводить плюсов в пользу того, что город инвестиционно привлекательный. Я думаю, что здесь определенная недоработка властей, но и в этом есть и объективная ситуация, то, что сегодня строить очень дорого. Молодежь уезжает с Криворога. Это вообще больной вопрос, это отдельная тема. Уезжают из страны специалисты, и я сам испытываю, как руководитель компании, когда вкладываешь в молодых специалистов, обучаешь. Люди приживаются в компании, потом появляются иностранные инвесторы, которые уезжают за границу работать. Это сплошь и рядом, весь строительный бизнес Криворога страдает с этим вопросом. Давайте еще поговорим по поводу того, что построено давным-давно. ОСББ. Этой темой вы занимаетесь очень плотно, лично, и как партия ваша ведет достаточно активную позицию в этом. В чем вопросы, как вы думаете, почему ОСББ не сильно развивается в Кривом Роге, и должно ли оно развиваться, и как создать правильный ОСББ? Мы часто задаем эти вопросы в эфире, от многих людей слышим разные ответы. Кто-то базируется на высоте здания, кто-то базируется на том, что вообще это не нужно, кто-то говорит, что нужно обязательно. И мнения разнятся даже в рамках одной политической силы. Вот вы как считаете? Я считаю, что ОСББ, вы знаете, это та еще одно зерно, один шаг к самообразованию, к самоответственности жителей города и Украины. У СББ, его сущность и активная жизнь и работа, зависит от активной позиции каждого совладельца своей квартиры. Мы должны научиться отвечать за свою жизнь, за свою собственность. А нас, к сожалению, многие годы от этого отучали. Нам говорили, что за вас все решено, уже все прошло, все будет хорошо, и вы получите то, что вы получите. Обещания и так далее, и так далее. Сегодня в ОСББ, я уверен, что и на примере моего дома, очень тяжело найти человека, который готов сделать... Вы живете в многоквартирном доме? Да, многоквартирный дом, пятиэтажный дом в районе 20-го. И мы не находим... Среди нас есть молодежь, среди нас есть люди, которые понимают предпринимательство, у нас есть, конечно, часть пенсионеров. Но, тем не менее, являясь активным членом команды, которая пытается агитировать этот вопрос, мы стоим. И вот кто возьмет на себя сегодня ответственность, ну нет... На старте, да? На старте, да. Это головная боль. Но вот лично вы, почему пока отказываетесь от этой должности? Почему? Я в своем доме стал членом активной группы, которой мы оформили протокол. Мы приняли решение переходить под управляющую компанию и на перспективу заключать... А как активизировать общественность вообще во всех ее ипостасиях? В ОСББ, в культурно-массовой жизни, в жизни патриотической, в жизни увеличения числа жителей в Украине. В жизни того, чтобы человек хоть и думал о самом себе, но не забывал о том, что он с кривого рога, и может здесь он понадобится, а не где-нибудь в другом конце земли. Извините, я скажу откровенно. И постараюсь, ну может быть, пошутить, но тем не менее. Все зависит от количества таракан у нас в голове. Чем больше мы будем свободны в принятии решений, чем больше мы будем ответственны за свои мысли, действия и поступки, тем лучше вокруг нас будет жизнь. По-другому не может быть. Человек должен менять вокруг себя свою среду, быть культурнее, не бросать бычки, не бросать мусор, не плевать. Смотреть за, извините, за собственным участком подъезда, усадьбы и все остальное, что он может повлиять, чтобы было лучше жить. Скажите тогда, когда этого нет в человеке, как в нем это возрастить, как это воспитать в нем. Вот когда этот человек взрослый, может ваш одногодь. Спасибо за вопрос. И партия Силы Людей этим занимается. Мы плохо или хорошо, но мы двигаемся в этом направлении, мы пытаемся работать много с молодежью, работать со средним классом, проводить много работы. Я являюсь руководителем областной партийной организации партии Силы Людей. Я являюсь в районе председателем постоянной комиссии по законодательству и депутатской этике. Весь круг этих обязанностей и той ответственности, которую я на себя взял, позволяет мне сегодня так думать и понимать эти вопросы. Александр, осталось у нас ровно 20 секунд. Скажите, когда и где вы ведете прием, и мы будем заканчивать. Спасибо. Я веду прием в двух местах. В райсполкоме. В райсполкоме. В райсполкоме, извините. По вторникам с 16.00 до 18.00 и в штабе на ТНК-34 партии Силы Людей. Большое спасибо за интервью. Сегодня у меня в гостях один на один был депутат Джовт Невера и Совета, но вместе с этим уже Покровского района, депутат от партии Силы Людей и Казаченко Александр. Сегодня в пятницу. Это был последний выпуск программы один на один на этой неделе. В понедельник по традиции в 18.20 мы, как всегда, в прямом эфире. Всего доброго и до свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА